Давайте обратим внимание на Айваро де Ариба, испанца. Он по пятой дорожке. По четвертой дорожке, естественно, самая главная, наверное, звезда этого забега – это Пьер Амброс Боссе, француз. Он возглавляет топ-листы европейского сезона 1.44.51. Да, и я думаю, что может преподнести сюрприз. Он как-то так стабильно выступает. Может быть, звезд с неба не хватает. Это Жан Рудольф из Словении на седьмой дорожке. И Андреас Бубе успешно выступал в помещении, датчанин. Но как-то вот на открытом воздухе не очень у него хорошие результаты пока были. Но вот, пожалуй, наверное, вот эти спортсмены, кто может претендовать на выход в следующий круг. Но, безусловно, главная звезда здесь – это француз Боссе. Добавим, что по второй дорожке побежит Муса Хайдарий из Косова. И на третьей дорожке Роман Ярко, украинец. 1.46.80. Его личный рекорд показан в этом году. В этом сезоне 26 лет этому спортсмену. Боссе, Боссе, вот его нам показывают. Боссе, безусловно, был очень хорош на целом ряде соревнований. И два года назад, и в этом году вот. И в помещении он бежал очень успешно. И 600 метров успешно бегает. 800 метров. И я думаю, что Боссе, вот мне, конечно, хочется очень посмотреть, в какой форме он будет здесь. Но Боссе очень грамотно проводит бег. Очень умный такой парень. 800 метров – это очень важно. Уже опыта набрался. Он начинал очень молодым. Уже набрался опыта. Я думаю, что этот сезон для него таким определяющим будет с точки зрения такого вот класса, да, высшего класса спортсмена бега на 800 метров. Вот он начинает бег, видите. Достаточно спокойно Боссе, да, уже в конце. Да, да, как уже теперь. Юрий Борзаковский. Силе Борзаковского. Вот, поэтому он здесь рядышком ровненько бежит. Боссе участвовал в соревнованиях в бриллиантовой лиге, успешно выступал, конкурировал с другими. Он бежал на русской зиме в России, да. Да, он бежал на русской зиме. Ну, и его личный результат, личный рекорд 1.42.53, конечно, внушает очень большое уважение. Это очень хороший результат, серьезный. И, конечно, один из лучших в Европе, собственно говоря, практически за всю историю. Роман Ярко из Украины сейчас бежит вторым. На чемпионате Украины ему совсем немного не хватило до олимпийского норматива. Так что здесь он постарается, конечно, исправить. Но не здесь, в забеге. Хотя, может быть, и здесь сейчас, да? 54.95, 400 метров преодолели спортсмены. Но здесь всем прекрасно понимаем, что время не важно. Ну, тут же Боссе видно. Не важно. А вот для Романа Яркота, может, и очень не важно. Боссе контролирует пока бег. Посмотрим. Вот датчанин Бубе прибавил. Ну, вот теперь начал движение и Боссе. Вот он как раз сравнялся сейчас с Бубе. Ну, и теперь впереди испанец. Еще раз напомню, трое первых на прямую выходят. Да, вот сейчас добавляет и Боссе, и Бубе. Они оба, естественно, легко абсолютно. Видите, Боссе вообще такую пробежечку сделал. Ну, да, одна, 48.36. Ну, дальше в следующий круг. Двое пробились очень легко. Ну, и третий тоже попадает сразу напрямую. Ну, и тогда Айваро де Ариба, которым я говорил вначале, он тоже оправдал мое доверие. Да. Ну, я думаю, что Боссе один из четырех спортсменов, который будет бороться как раз здесь за медали. Без сомнений. Потому что здесь есть два очень сильных бегуна из Польши. Мартин Ливандовский и Адам Кшот, естественно. И, конечно, Амель Тука. Я думаю, этот парень тоже поборется здесь за медали. И всех их мы увидим сегодня в забегах. Я думаю, что вот эти четыре парня. Ну, и, конечно, будут сюрпризы на чемпионате Европы. Понятно. Ну, я бы еще Риммера добавил туда. Согласна. Да, потому что он тоже в этом году очень хорошо выступает. Майкл Риммер бежал уже за одной сорока пяти. Поэтому, да, этого парня тоже нельзя сбрасывать со счетов. Так что финал в беге на восемьсот метров будет очень и очень интересным. Пока, конечно, здесь вот они решают свои локальные задачи. Здесь надо попадать в тройку, чтобы напрямую выйти, чтобы не ждать, как пробегут другие, ничего не считать. Вот Боссе, видите, заминаться пошел. Ну, я бы даже сказал, что он продолжает разминаться. Ну, вот видите все тройку, которая вышла напрямую. И запомните, Рудольфов, одна сорок восемь семьдесят два. Рудольфов.